Вдали от мегаполисов в Алтайских горах расположилось одно из четырех легальных российских казино. Заработало оно в 2014 году, правда подъехать к нему было трудно. Дорога была ищебнее, проткнуть резину можно было в два счета, поэтому многие отказывались сюда ехать. Тогда за год это место посетило всего 20 тысяч туристов. Количество посетителей начало расти лишь в прошлом году, когда была построена подъездная дорога. На эти цели краевые власти направили свыше 100 миллионов рублей. Поток пошел благодаря этой дороге. Это, конечно, большой колоссальный плюс. Я сейчас не могу привести статистику за 2019 год, потому что только полгода прошло. Но у нас в прошлом году наш комплекс посетило порядка 60 тысяч человек. В целом же за прошлый год комплекс «Сибирская монета» под данным Краевого управления по туризму посетило почти 140 тысяч человек. К слову, у краевых властей и к горной зоне интерес повышенный, ведь на ее развитие было направлено свыше полутора миллиардов рублей. А налоговое отчисление в бюджет края за все четыре года работы составили пока всего 272 миллиона. И когда инвестиции окупятся, неизвестно. В казино говорят, что один из способов увеличить прибыль – привлекать иностранцев. На данный момент мы проводим работу с московскими туроператорами по привлечению гостей из Китая, Тайвань, потому что уже первые группы из Китая мы планируем привезти уже этой осенью. В планах у краевой администрации также подключить комплекс к электричеству. Сейчас он работает на дизельных генераторах и в дальнейшем расширять игорную зону, чтобы сибирский «Вегас» все-таки мог серьезно конкурировать с другими игорными домами страны и, наконец, окупился. Валентина Аскирова, Александр Антропов. День с толком.